— Ну, одно целое, да? — Одно целое, да. — Мы... Ну, я скажу так, что вот крайние у нас исследования, это были по очередному бесплодному летательному аппарату, который мы опробировали для использования в ракетных войсках стратегического назначения. То есть мы смотрим всё. Вот, как вы сказали, от экипировки и до... — Ну, я вот просто знаю, что во все времена, в принципе, в ракетных войсках с экипировкой проблем не было. Даже мы, солдаты срочной службы, ходили в достаточно таких тёплых меховых комбинезонах зимой, что грех было жаловаться. Всегда подходили очень внимательно к этому. — Сейчас ситуация не изменилась. Личный состав одет в соответствии с установленными нормами. И, скажем так, вот эта новая форма одежды, которую вы видите, она очень тёплая, хорошая. И, ну, я сам, скажем так, когда выезжаю в войска, её одевают, я имею в виду полевую форму одежды, это не офис, но и полевую. Я считаю, что да, она очень хорошая. — Спасибо, Артём Юрьевич, за интересный рассказ. Успешного вам участия в работе форума. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был председатель военно-научного комитета ракетных войск стратегического назначения полковник Артём Вяткин. У микрофона был Галин Вергасов. Всего доброго. Слушайте нас на Радио России через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова